Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. В эфире программа «Кухня» и я, ее ведущая, Виктория Черкова. Тема нашего выпуска – сезонные продукты. Как помочь организму приготовить дары минувшего лета и золотой осени? Об этом нам расскажет Наталья Мизинова, врач-диетолог. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Какие фрукты и овощи наиболее полезны для нас? Вообще все фрукты и овощи очень полезны. Кушать их нужно регулярно, по нескольку раз в день и большими-большими порциями. Но если говорить в разрезе овощи экзотические или местные, конечно, всегда врачи-диетологи придерживаются принципа сезонности в питании. То есть всегда полезнее именно те овощи, которые созрели в данный сезон, в данной местности. Потому что люди, которые проживают в этой местности, они генетически настроены на усвоение всех-всех питательных веществ именно в этой конкретной маленькой географической плоскости. Потому что в генах у нас давно-давно прописано, как мы перевариваем те или иные продукты. И когда мы говорим про сезонные фрукты и овощи, вот они нам и дадут максимум полезности. Из нашей полосы из Ульянской области что наиболее такое в топ входит? По здоровью и по вкусу? У нас очень большой, разнообразный, широкий выбор фруктов и овощей. Мы сейчас говорим про овощи или про фрукты? И про то, и про другое. Начинайте с чего хотите. Слишком такой объемный вопрос вы мне задаете, Вика. Мы давайте будем придерживаться не всей полосы фруктов и овощей, а мы рассмотрим вот сейчас, например, осенний сезон. Какие фрукты и овощи у нас есть на данный момент, вот к октябрю месяцу 2020 года. Сейчас на пике продаж, на пике дешевизны даже, потому что мы обращаем внимание на цены, и сезонные овощи, они всегда выигрывают в цене. У нас кабачки, тыквы, картофель, свекла, свекла, свекла или? Свекла. И так, и так, кстати. Картошка, кабачки, свекла, тыква, морковь. Причем капуста не только белокочанная, но и разные виды капусты и брокколи. Сейчас широкий выбор у нас по капусте. Китайская капуста выращивается тоже у нас в России. Еще есть томаты, есть огурцы, есть такой овощ, который незаслуженно как-то подзабыть, но сейчас начинает тоже поднимать голову, это репа или репка. Раньше она была белая, сейчас она больше выращивается золотистая репка. Посадил дед репку, да, где-то оттуда откуда-то читаются эти корни. Если мы говорим про фрукты, то на первое место, конечно же, сейчас выходят яблоки прекрасные, большие, сочные. Они обладают невероятным каким-то ароматом, который, если смешать еще и запахом корицы, то просто он сносит голову и хочется их есть и есть. Из фруктов сейчас у нас еще чуть-чуть подождать, и начнется сезон гранатов. Вот эти прекрасные, да, они у нас в Ульяновской области не растут, их везут из Армении, но мы традиционно всегда их едим, вот эти вот большие, вкусные, ярко-бордовые, красивые гранаты. Вот про сезон октября, наверное, мы все перечислили с вами, да? Кстати, да, мы уже готовимся к зиме, подсознательно и на уровне такого физиологическом. Мы скоро будем скучать по солнышку, мерзнуть. Как укрепить организм, может быть, впрок запастить какими-нибудь макроэлементами, витаминами? К сожалению, Вика, впрок запастись не получится. Наш организм устроен так, что он получает витамины из продуктов здесь и сейчас и тут же их отправляет в свою жизнедеятельность. Другое дело, если когда-то был дефицит тех или иных микроэлементов или витаминов, то вот потребление вот этих сезонных фруктов и овощей вот именно вот в такой богатый сезон, он поможет восполнить дефицит и где-то этот дефицит нивелировать. Но впрок, к сожалению, наесться нельзя, поэтому все диетологи, и я в том числе, всегда рекомендуем, фрукты и овощи должны быть основой любого рациона, любого человека, будь это ребенок или пожилой человек, всегда фрукты и овощи должны составлять половину минимума рациона. А есть ли отличия детского и взрослого рациона при подготовке к холодам? Ну, про подготовку к холодам такой интересный, так интересно вы завернули. Вообще, конечно, есть отличия, они очень серьезные, отличия детского рациона и взрослого. Когда мы говорим про детей, здесь мы всегда обращаем внимание на возраст ребенка, но если же опять мы с вами привяжемся к сезонным овощам, то даже так как я мама, я всегда вот в этот сезон, в сезон август, сентябрь, октябрь, я запасала кабачки и тыкву, потому что тыква хранится прекрасно чуть ли не до весны, кабачки хранятся так же, и я всегда могла делать пюре своим грудным детям, не консервированные вот баночки, да, а я брала с балкона кабачок или тыкву, тут же их отваривала, перемалывала, и вот это идеально гипоаллергенный первый прикорм, сейчас педиатры рекомендуют именно первый прикорм начинать с овощных пюре, а у нас всегда кабачки и тыква, это, ну, в избытке их всегда в сезон октябрь-сентябрь, и поэтому, когда мы говорим про ребяток, конечно, если это грудной возраст, ну, все в отваренном, в перемолотом виде, в виде приготовленном на пару, если это ребенок уже более взрослый, нужно выбрать такой вид блюда из овощей, чтобы ребенок это съел, потому что дети, к сожалению, овощи они не воспринимают, они не любят, им надо что-то, картошечки фри покушать, там, да, какую-нибудь шоколадку, что-то сладенькое, а здесь нам помогает всегда цвет овощей, потому что тыква, какая она яркая, какая она красочная, да, огурец, томат, они все имеют свои какие-то краски, которые всегда радуют глаз, поэтому вот как мама я могу сказать, что ребенка, так как накормить овощами очень сложно, здесь уже не идет речи о том, что полезнее, что не полезнее, здесь идет речь о том, как детям дать это блюдо из овощей, чтобы они его съели, вот, например, даже скажу вам из своего личного опыта капуста брокколи, ну, не едят мои дети эту капусту брокколи на пару, она некрасивого вида, она какая-то вот, ну, неэстетично им кажется, но если я ту же самую капусту брокколи им дам в сыром виде, то ее просто за, я делю ее на соцветия, подаю ее в тарелке просто в сыром виде на тарелке на стол, ее через 10 минут ее нет, они бегают счастливые, мама, мы едим цветочки, они такие красивые, они такие вкусные, нужно найти просто подход к детям, что касается взрослого человека, то всегда, когда мы говорим про свежие овощи или овощи приготовленные, здесь нужно соблюдать баланс, часть микроэлементов, витаминов, она очень быстро улетучивается из овоща, когда он проходит тепловую обработку, и все-таки вот баланс вот этот 50 на 50, приготовленный со сырыми, нужно соблюдать. Кстати, я слышала, что томат при термообработке сохраняет ликопин, который антиоксидант. Совершенно верно. Это правда, да? Да, это правда. Часть каких-то очень полезных веществ в овоще выделяется при приготовлении его. Ликопин, да, это такой компонент, который просто необходим в питании, и не только больным людям, но и здоровым, и он вот именно в томатной пасте, он вот себя и проявляет. Или, например, если мы говорим с вами про кабачок, вот кабачок, такой овощ, он удивительный овощ. Он не теряет своих полезных компонентов при термической обработке. Наталья, все хотят быть не только здоровыми, но и красивыми, и стройными, конечно же. Стройность тяжело, признаюсь, сохранить в межсезонье. Как питаться, как использовать именно овощи, чтобы оставаться в форме? Давайте с вами попробуем применить принцип тарелки. Это такой очень популярный среди диетологов метод, когда предлагают взять тарелку и мысленно или в буквальном смысле продают специальные тарелки для здорового питания, где уже есть разделение. Разделите ее прямо пополам. Вот если вы половина суточного рациона, или если мы говорим про тарелку, это половина употребления, допустим, в завтрак, из продуктов, которые вы приготовили на завтрак, 50% у вас будет приходиться на овощи, зелень, фрукты, а другие 50% вы отдадите белкам, жирам и углеводам, у вас не будет проблем с набором лишнего веса, при этом у вас не будет проблем еще и с иммунитетом, потому что сейчас проблема такая очень серьезная, стоит угроза над нами, мы все боимся вирусов, и не только коронавируса, впереди у нас эпидемия гриппа, это тоже очень серьезное, тяжелое и иногда смертельное заболевание, к сожалению. Как себя от этого уберечь? Ответ лежит на поверхности, что называется. Насыщайте, наполняйте свой организм каждый день, без исключения, каждый день овощами и фруктами, для того, чтобы выработать серьезную антиоксидантную защиту, серьезный подъем уровня иммунной защиты. И вот я вам скажу, может быть, вы мне не поверите, но люди, которые придерживаются вот этой здоровой диеты с большим количеством овощей или фруктов, они не болеют вирусными инфекциями, они им не подвержены. Будут рядом люди болеть, будут на них кашлять, чихать, люди не заболевают. Вы знаете таких людей, наверняка и в вашем окружении есть такие люди, которые, ну, не болеют. Вот в детский садик ребенка приводят, и он, ну, не болеет. Вот все болеют, а вот говорят, у него мама ведьма, наверное, да, почему вот наши все время болеют. Вот рационом можно вылечивать людей. И не только рационом. Например, на Востоке очень уважают специи. Например, чиманом стабилизирует давление, а сфетида – это для иммунитета, это вместо чеснока. Как вы к этому относитесь? Я очень положительно отношусь. Во-первых, специи помогают сделать любое блюдо просто феерически вкусным. И мы же, диетологи, нас иногда воспринимают как врачей, которые все запрещают. Нет, мы наоборот за то, чтобы люди ели, люди получали удовольствие от еды, потому что без удовольствия не будет никакого положительного эффекта от этой пищи. И вот специи, они как раз нам помогают. Они возбуждают все рецепторы в ротовой полости, которые дают просто вау-эффект на наш головной мозг. И тем самым они помогают съедать даже какие-то блюда, которые без специй нам бы показались пресными. Спасибо вам огромное, Наталья, за ценнейшую информацию. А сейчас мы переходим к самой вкусной части нашей программы – к мастер-классу от шефа. Знакомьтесь, это шеф-повар Александр Ермолик. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить клюквенный морс, крем-суп из тыквы и блинчики на молоке из кабачка. Отлично, давайте приступать. Начнем мы с клюквенного морса. Для этого нам понадобится свежая мороженая клюква, которая была заранее разморожена. Нам нужно ее размять и получить из нее свежий сок. Клюква здесь ровно 400 грамм. Для этого нам понадобится стита, ну и какая-то ложка. Будем этапами все это делать, она вся не влезет. Клюква свежая или замороженная? Свежемороженая. Свежемороженная. У нас должно получиться такое своеобразное пюре. Так что надо не лениться, а хорошо работать ложкой. Все, в принципе, этого достаточно. Теперь можно это сюда все скинуть. Так, сахар у нас уже подготовлен? Да, сахар у нас подготовлен. Ну, сахар будем мы ложить по вкусу. Если кто-то на жесткой диете, например, сахарозаменитель можно использовать? Можно использовать сахарозаменитель, можно использовать мед. Так, отлично. Так, сок, который получился, мы уберем в сторону. И у нас есть заранее подготовленный кипяток. Кипяток. Да. Сюда мы добавим сахар по вкусу. Ну, это будут две столовые ложки. А кипяточка сколько у нас? Литр. Литр. Да. А 400 граммов клюквы? Ягод. Да. Добавляем клюкву. Все это мы перемешаем и дадим настояться. Где-то примерно минут 15-20. Все это аппетитно, по-летнему пахнет. Да. Потрясающе. Так, и все это мы уберем настаиваться. Сколько настаиваем? Минут 15-20. 15-20. Хорошо, спасибо. Морс у нас готов. Что мы делаем дальше? Следующий этап это будет крем-суп из тыквы. Для этого нам понадобится тыква. Так, тыква у нас уже нарезана кубиками. Заранее очищена и порезана. Тыквы здесь 500 грамм. 500 граммов. Да, полкило тыквы нарезать кубиками, почистить и отправить в полусферу, как называют. Да, полусфера. Далее. Так, тыква, лук, морковь, чеснок. Сейчас нужно будет нарезать лук, морковь, чеснок абсолютно в произвольной форме. Мы работаем перчатками, у нас все должно быть стерильно. С чесноком мы что делаем? С чесноком также его нужно раздавить ножом вот таким вот способом и мелко порезать. То есть мы вот это все режем произвольно, как можем, как проходим. Да, абсолютно произвольно. А чеснок у нас должен быть раздавленным и очень мелко порезанным. Итак, для тыквенного супа нам нужно полкило тыквы, повторяюсь, морковка. Морковка 150 грамм, репчатый лук 100 грамм и чеснок 5 грамм. Отлично. Сейчас нужно будет обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета. Потом мы туда отправим тыкву и зальем это все водой. Александр, пока у нас валится, тушится суп, чем мы займемся, да ли? Сейчас мы займемся блинчиками из кабачков на молоке. Отлично. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится кабачок. Его чистить не нужно, снаружи имею в виду. Просто режем, опять же, произвольным кубиком. Потом мука, сахар, яйца, масло растительное, укроп и молоко. Сколько у нас примерно по граммам? На сколько порций у нас сегодня? На порции примерно 10, примерно где-то порций будет. Кабачка мы взяли 300 грамм, сахар у нас 60 грамм, 2 яйца, 50 грамм масла, укроп, примерно так, да, и молоко 300 грамм. Отлично. Приступаем? Да, приступаем. Для этого нам понадобится вот такая чаша. Мы здесь будем все пробивать. Так, сюда мы же сахар. Яйца, молоко. Масло у нас для жарки, да? Нет, масло мы потом добавим сюда вместе с укропом. Если добавить масло сейчас, ну, консистенция получится густой, как с майонезом. Все, этого достаточно. Теперь нам понадобится полусфера и венчик. То, что у нас получилось, мы добавляем сюда. Так, у нас абсолютно однородная масса получилась с календарем. Теперь сюда добавляем масло. Обычное, рафинированное, которое... Обычное, рафинированное, можно заменить его оливковым. Укропчик. Сюда укропчик и мука. Так. Муки должно быть достаточно, но чтобы, ну, не лишнего, да? Ну да, муку я буду постепенно добавлять. Можете начинать мешать. Мешаем, не ленимся до однородности. Да, до однородной массы. Мешаем, не лишнего, никаких ключей. Кстати, а чтобы сделать этот рецепт диетическим, какую муку надо использовать? Может быть, отруби или какую-нибудь неочищенную? В принципе, можно использовать семолу. Это мука более крупного помола. В принципе, достаточно. Достаточно уже, да? Комочков вроде нет. Да, все отлично у вас получилось. Лучше, чем у меня. У нас все готово, пойдемте жарить. Да, крышка, конечно, такая сильная. Так, у нас поспел супчик. Но он еще не до конца готов, потому что овощи там не пробитые, да? Да, мы, получается, у нас он протушился. Он протушился у нас полчаса. Мы добавили в него кокосовое молоко, паприку, черный перец и соль. Сейчас мы все это будем пробивать. Для этого мы все помещаем сюда. Ну, а для этого точно нужен блендер дома, да? Потому что, ну, никак это технически не делать. Суп можно пробить и погруженный им, да. Ну, а, ну, в любом случае нужен блендер, конечно, да. Все, можно сказать, что крем-суп у нас готов. Отлично. А в каком виде его подавать? В холодном или в горячем? Такой суп мы подаем в горячем виде. Его можно, в принципе, оставлять в холодильнике. Потом предварительно его лучше разгореть. И позагреть, да? Украсить можно. Сегодня мы будем крашать его. Это кунжутное масло и кунжут. Также можно добавлять семена льда. Можно добавлять тиквенные семечки. Можно добавлять обычные семечки. Кому как нравится, в принципе. Вот мы и закончили приготовление наших блюд. Вика сегодня была молодцом, старалась. Мне во всем помогало. Это тыквенный суп, блинчики и клюквенный морс. Для вас старались шеф-повар Александр Ермолик и я, Виктория Черкова. Ешьте вкусно и с удовольствием. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова